Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. Министр цифрового развития республики стал суперфиналистом лидеров России. В северной части Черкеска начался ямочный ремонт дорог. Более 1800 выпускников в республике сдали самый массовый экзамен по русскому языку. И в Черкесске прошел фестиваль боевых искусств, посвященный столетию Карачаева-Черкесии. А теперь подробно. Индексация минимального размера оплаты труда, детских пособий и выплат неработающим пенсионерам. Правительство страны примет ряды мер по социальной поддержке граждан. Уже с 1 июня социальные выплаты будут проиндексированы. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. На прошлой неделе президент провел заседание президиума Государственного совета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Минимальный размер оплаты труда превысит 15 200 рублей, что приведет к увеличению зарплаты более 4 миллионов работников. Повышенный прожиточный минимум. А вместе с ним станут больше ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособия на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других. Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Накануне Международного дня защиты детей, 1 июня, первые лица республики, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов направили жителям региона свое поздравление. Примите самые искренние поздравления с Международным днем защиты детей. Этот праздник всегда наполнен теплотой и любовью к детям, говорится в поздравительном адресе. А в России трепетно относятся к традиционным семейным ценностям, в которых благополучие ребенка в общенациональном приоритете. Важно, чтобы под государственной защитой была каждая семья, а это не только защита прав и законных интересов детей и их родителей, а еще и совершенствование системы образования, охраны здоровья и безопасности в обществе. Мы дорожим и гордимся каждым ребенком, верим в их счастливое будущее и сделаем все возможное, чтобы наши дети росли в стране, где нет места жестокости и несправедливости, где человек с самого малого возраста чувствует свою ценность и ощущает заботу о себе. Особые слова благодарности выражаем семьям, которые делятся теплом и любовью с детьми, оставшимся без родителей. Желаем сил и веры в лучшее родителям детей с особенностями развития, здоровья и бодрости духа многодетным семьям. Закончился поздравительный текст первых лиц республики. Более 11 тысяч детей республики отдохнут в детских лагерях этим летом, сообщили на совещании по проведению летней кампании по отдыху и оздоровлению детей, которая состоялась в региональном правительстве под руководством министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инны Кравченко. Так, отдых для детей будет организован в порядка 100 организациях отдыха и оздоровления, в том числе в пришкольных, загородных и, возможно, палаточных лагерях. Помимо детей из региона, необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы и для детишек из ДНР и ЛНР. Летняя оздоровительная кампания в республике стартует 1 июня. Представитель Карачаева-Черкесии стал суперфиналистом лидеров России. Дойти до этого этапа всероссийского конкурса тяжело, но можно. И министр цифрового развития республики это доказал. Валерий Медовый вышел в суперфинал лидеров России. Всего в конкурсе принимали участие 300 человек из 56 регионов. Валерий Медовый стал единственным представителем Карачаева-Черкесии в четвертом сезоне конкурса. Стоит также отметить, что 29 регионов России и вовсе не были представлены на конкурсе. В год столетия Карачаева-Черкесии началось строительство сразу трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ауле Сарайтюз, Учкулане и Станице Зеленчукской. Здесь комфортно и эффективно можно будет заниматься силовыми тренировками, вольной борьбой, дюдо, самбо, боксом, волейболом, баскетболом и оздоровительным фитнесом. Всем необходимым для этого комплексы будут оснащены. Сейчас в Зеленчукском и Узжигутинском муниципальных образованиях ведутся земляные работы, а в Карачаевском приступили к бетонным. Строящиеся фоки станут отличным стартом для желающих заниматься спортом и развиваться в этом направлении. Всего на территории Карачаева-Черкесии в этом году строятся 10 спортивных объектов. В северной части Черкеска начался ямочный ремонт дорог. Здесь, в частности, будут обновлены поврежденные участки автотрасс по улицам Демиденко, Гутякулова, Свободы, Крупской, Швершова, Кастахи-Тагурова, Кавказской, Балахонова и Октябрьской. В южной части республиканской столицы в этом году ямочный ремонт дорог выполнен по улицам Космонавтов, Парковой, Кочубея, Ленина, Умара-Алии, Водова, Тарафрунзы и переулку Одесскому. Наряду с обновлением трасс в Черкесске с начала года также отремонтировано более 120 метров пешеходных ограждений. Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков, ожидаемых в республике. По данным Оригинального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая и 1 июня местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. По данным синоптиков, из-за сильных осадков, возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей в населенных пунктах, повреждением дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, а также с гибелью сельхозкультур. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 июля текущего года начинается регистрация хоз-субъектов в системе прослеживаемости зерна. Об этом рассказала старший государственный инспектор управления Светлана Зорина. Начиная с 2022 года, продать зерно на территории России, экспортировать или импортировать его, будет возможным только после регистрации в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Правила создания которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года за номером 1722. Новая система создана с целью обеспечения прозрачности рынка зерна, облегчения контроля качества конечной продукции. Государственный мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от поля до потребителя. Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности. Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. С 1 июля этого года регистрация в системе добровольная, а уже с 1 сентября предоставление данных станет обязательным. По факту ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя аула Икон Халк Ногайского района. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы. Авария произошла в конце апреля текущего года в поселке Эркин-Шахар. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Ауди, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель «Гранты», 43-летний житель аула Икон Халк, скончался на месте происшествия. А сам виновник аварии был госпитализирован в больницу с переломом таза. Росреестр проводит Всероссийскую неделю правовой помощи детям. В частности, будут организованы очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей, работы горячих линий, а в социальных сетях появятся ответы на популярные вопросы. Комментирует информацию пресс-секретарь управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Фатима Сулейманова. В Карачаево-Черкесской республике очное консультирование состоится 1 июня с 9 часов до 13 часов дня по вопросам имущественных прав и интересов детей, относящихся к компетенции Росреестра. Для того, чтобы получить очную консультацию, можно обратиться в административное здание управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике по адресу город Черкесск, улица Октябрьская, 343. Кроме того, 31 мая, 2 и 3 июня можно обратиться в управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике, позвонив на горячую телефонную линию по номеру 8 878 2 25 05 55, добавочный 111. 30 мая на территории республики прошел самый массовый экзамен по русскому языку, в котором приняли участие более 1800 выпускников. Экзамен был организован на 17 пунктах, в том числе два на дому. Узнать свои результаты выпускники смогут не раньше 17 июня текущего года. Напомним, что экзамен по русскому языку самый массовый, поскольку без него невозможно получить аттестат о среднем общем образовании. Кроме того, его результаты необходимы для поступления в ВУЗ на любое направление подготовки. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Ногайская литературная классика в контексте северокавказской художной культуры», посвященная 95-летию со дня рождения народного писателя Карачаева-Черкесии Суюна Капаева. Суюн Иммалиевич – классик нагайской литературы 20 века. Творчество писателя представляет собой богатый художественный мир, в котором события истории 20 века и эволюция сознания его героя-соплеменника осмыслены во взаимосвязи с многовековой историей народа, страны и достижениями многонациональной литературы. Он автор более трех десятков книг различных жанров, поэзии – это стихи и поэмы, прозы – это рассказы, повести, романы, художественно-этнографические очерки и эссе. В конференции приняли участие ученые-гуманитарии, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ, представляющие научно-исследовательские и образовательные центры различных городов и регионов России – Москвы, Татарстана, Башкорстана, Крыма, Астрахани и Республик Северного Кавказа. Более ста кустов хризантем высадят на территории единственного детского дома в Карачаево-Черкесии, расположенного в поселке Московском Усть-Жигутинского района в рамках акции «Цветы жизни», посвященной Дню защиты детей. Золотистые и алые цветы будут высажены в форме солнца и сердца сотрудниками Республиканского Россельхозцентра. В преддверии Международного дня защиты детей в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков мальчишек и девчонок. Сотрудники Центра культурного развития Республиканской столицы показали свои номера. Кроме того, была подготовлена интерактивная сказка, где дети не просто сидели, а двигались и играли. Прошел также конкурс больших шаров и шоу мыльных пузырей. Четыре спортсмена Карачаево-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе. Благодаря победе на первенстве страны среди юношей до 16 лет, который состоялся в Элисте, в пятерку сильнейших попали Али Байрамуков, Эльдар Катаганов, Тамерлан Тагалеков и Денислан Хубиев. Ну и последняя информация. В Черкесске прошел фестиваль боевых искусств, посвященный столетию Карачаева-Черкесии. В турнире по грэплингу, организованном комплексной спортивной школой «Победа», приняли участие 150 спортсменов из Старопольского края, Ингушетии, Чечни, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии. По итогам состязаний три командных кубка завоевали спортсмены и клубы Карачаева-Черкесии. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республики, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла. В горах местами плюс 16-21 и выше 3000 метров сохраняется лавина опасность. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова